С приветом, Набутов. Раз уж мы перестали играть в добровольные пожертвования, которые у нас ценники называются, значит, это сумма рекомендованных добровольных пожертвований. А тебе честно сказали, что церковь занимается финансовой и экономической деятельностью. Это называется так. Причем там же какая формулировка? Торгуют свечками, утварью, там, 7, 7, 5, 10. Это именно торговля. Обращаясь, так сказать, к своим коллегам, он сказал, значит, правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством Софрина. В таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы, это возможно, если Софрина не производит таких свечей и дальше. Но если оно производит, ваш долг приобретать свечи Софрина. Ну, мне действительно, я же сразу сказал, что существует огромное количество маленьких свечных заводиков в регионах, туда. Софрина занимается торговлей еще дорогой утварью. Безумно дорогими книгами в золотых окладах, там, знаешь, вот это все, там просто глаза выпадают из орбит. Когда ты у них оказываешься, я у них как-то был однажды, даже не однажды, а пару раз. Я просто идешь, ну, это все, если ты любишь вот это все азиатчину, вот это все, ба-ба, все. Паникадилы, там, такие-сякие, миллион все это, золото, 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 золото. Я думаю, бедный Иисус Христос, как говорил Лев Толстой, за что был, помнишь, отключен от церкви Евангелия Толстого. Если бы Христос увидел все эти бесконечных этих попов, золотых этих, все золото на золоте, то повыкидывал бы их из храма к чертовой матери. Вот там об этом, эти слова, я дословно, конечно, перевожу, примерно так это звучит. Я там вот это вот вспоминал очень много раз. Ну, окей, неважно, Софрина, не Софрина, малые производители, средние, должна ли церковь платить налоги? Левые свечи горят как-то не по-христиански, пишут наши слушатели. И вот Андрей из Екатеринбурга, наш слушатель пишет. Это свечи-либералы? Да, свечи пятой колонны. А если крайне правые свечи? Здравствуйте, пишет Андрей, был во многих храмах мира, буддизм, христианство, мусульманство, католичество и так далее. Нигде не продают свечи и аромасвечи, везде бесплатно. При входе в храм только у нас в стране продают. Говорил с работником храма, почему так, пишет Андрей. Ответ, указ о продаже идет из Москвы. Деньги от выручки туда же, за ОРПЦ, пишет Андрей. Все так и есть. Во всем мире, и даже вот в греческих я был храмов, считайте, тоже православных. Ты заходишь, все, пожалуйста, стоит кубышка для сборки. Как правило, кидают, кстати, больше, чем они стоят. Вот как показывает практика. Набрасывают больше, чем ежели покупали. Оставил, все, взял. Наш слушатель Илья пишет, что вы немного путаете. Патриарх, скорее всего, имел в виду закупку свечей, а не продажу свечей в храмах верующих. Илья, еще раз, прямая цитата по патриарху, так сказать. Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения левых свечей. Если вы хотите реализовывать через приходы, это возможно. Что здесь? А что тут еще? Ну что мы будем играть в слова, Илья? Ну все, всем все понятно. Ну хватит уже. Не будем устроить. Это как с Навальным. Ну хватит уже дуру-то валять. Ну серьезно. Я, кстати, Владимир, здесь не такие на самом деле большие деньги. Это все нам только кажется, что это церковный бизнес, это колоссальная история. Ну да, это там несколько десятков миллиардов рублей. Но не более того, это не сверх какие налоги к нам будут в бюджет идти. Виталий из Сургута предполагает. Он пишет, Гундяев просто, скорее всего, либертарианец и тупо ненавидит все левое. Может быть. Хорошая версия. Кстати, на самом деле там же прозвучало еще и, вот я ссылаюсь на РИА Новости, там прозвучало, наконец-то, очень важные слова для РПЦ, если она стремится хоть как-то успевать за изменениями в окружающем мире. Вот чем активно сейчас занимается католицизм. Многим консерваторам внутри католической церкви это не нравится. Тем не менее, борьба за паству разворачивается просто сумасшедше. Вот, не знаю, признание священников геев, там того себе, что там Франциск, что он не творил вообще, тут не надел вообще, что в голове у католического человека такого воцерковленного не укладывается. Так вот, наконец-то, а мы где-то плетемся там в хвосте, вот наконец-то прозвучала история того же Кирилла. Тексты некоторых церковных таинств и обрядов на церковно-славянском языке все-таки нуждаются в, цитирую, разумной русификации. Да ладно? Да, ни в коем случае нельзя заменять все это современным русским языком, потому что пока мы еще не привыкли слышать нашу разговорную речь в контексте богослужения, да может, к этому и не надо привыкать, сказал Кирилл. Но, тем не менее, необходимо заменять непонятные слова, делать текст более понятным для присутствующих во время таинств людей. Но в среде уже посещающих храм, которые все хорошо понимают и знают, ничего делать не нужно, уточнил патриарх. Вот вы понимаете и нашим, и вашим. И там шаг вперед, два назад. Слушай, тут пишут слушатели, что там происходит с Любовью Соболь. Что происходит? Значит, друзья, быстренько рассказываем вам, это действительно свежие срочники, так называемые. К юристу фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь сегодня утром ворвалась полиция. Я напомню, что Любовь Соболь была задержана у подъезда господина Кудрявцева, ФСБшника, с которым пообщался Алексей Анатольевич Навальный. Задержана непонятно по какой причине, она просто сидела в автомобиле. Ее оштрафовали, и вот сегодня Соболь... Не, она пыталась проникнуть, она же звонила в дверь. У неприкосновенной жилища. Она не пыталась взломать дверь, она позвонила в звонок. Да, сегодня утром к ней пришла полиция, сама Любовь рассказывает, значит, цитата по медиазоне. У меня заклеили камеры на площадке, взломали дверь на площадке, я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция, и, видимо, обыск у меня будет дома. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцева. После этого с Любовью Соболь пропала связь, о чем пишут в Твиттере, и рассказывают, что ее мужу и ее маленькой дочери полиция разрешила покинуть квартиру. То есть мы сейчас будем какие-то подробности узнавать. Сейчас заберут компьютер, значит, тактика мелкого вредительства, отпилят дверь, бросят там, ну, выставят на бабки. Ну, слушатели просят рассказать, рассказывают. Выставят на бабки, как обычно это делается. Вот, ну, что по этому поводу скажешь? Ой, с Рождеством поздравляет нас Андрей из Новокузнецка. Это прекрасно. Как раз Андрей, и мы вас, и пламенный привет Новокузнецку. А у нас какие у нас? Католическим? Католическим. Ну, конечно, католическим. Сегодня какое число? 25-ое сегодня, да. Всех имеющих отношения с вашим профессиональным праздником. Дорогие друзья, доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Я звоню из Новокузнецка, хочу передать вам огромный привет и поздравления с наступающим Новым Годом. И вам тоже. Я вас очень люблю, особенно в программе с приветом, да, вот Азария, Виктора. Ес, 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 ес. Вы дарите нам огромные позиники, слушаю вас очень много лет. Здорово, что сейчас вы появились в нашем городе. Мы вас обожаем, спасибо огромное. Скажи, прорекламируйте Новокузнецк для нас, для москвичей. Я один раз был очень давно. Я не была ни разу. Вот зачем бы нам заскочить на несколько дней в Новокузнецк? Что может нам он предложить, не такого интересного, классного? Наш город, на самом деле, очень сильно развивается в последние годы. И если вы хотите посмотреть на красивую природу, покататься на лыжах в Шерегеше. Вот, например, сейчас у нас снег, новогодний снег. Да, и так же, как и с Кемерово, очень холодает. Ну, атмосфера сказочная и новогодняя. А в Шерегеше это горнолыжная история у вас, насколько я понимаю? Да, мы очень сильно развиваемся, так же, как и Роза Хутор в Сочи. Это один из лучших, один из двух лучших горнолыжных курортов в Шерегеше. К нам приезжает много людей из Москвы, кстати говоря. Там, по-моему, база подготовки, одна из баз подготовки наших горнолыжников в сборной находится. Или сноубордистов. В целом, все любители покататься приезжают, и всем очень нравится. А, слушайте, расскажите, вы не знаете, сколько подъемников, какая длина трасс? Просто интересно, потому что в Сочи находиться невозможно. Там люди друг у друга на голове сейчас сидят. Это правда, уже не с того очереди продаются на подъемниках. Километровые очереди, это коронавирус, и вся эта ерунда. Может, проще в Новокузнецк слетать, на самом деле, почему бы и нет? Я думаю, что если вы боитесь информации, можно узнать поподробнее, я точно не скажу. А вы не катальщик? Ну, на самом деле, я думаю, что сейчас как раз-таки еще можно успеть приехать, покататься спокойно. А, хорошо. А что-то, может быть, такое, кроме горных лыж, такое Новокузнецка особенно? Может быть, какие-то элементы кухни, или, я не знаю, знаковые, какие-то маленькие места, театр, не знаю, опера и балета. Ну, поскольку это Сибирь, у нас есть очень вкусные бельвени из различных видов мяса, и различная кухня сибирская. Так. Особенно, если вы это все делаете вместе с банькой, потом прыжки в снег, и, в общем, вся программа для души. Господи, как не хотелось, Новокузнецк. Ну, дайте еще, дайте еще вкусненько. С удовольствием. Ну, дайте что-нибудь вкусненько, ну, хорошо. Ну, ладно, тем не менее, хорошо. На самом деле, я читаю большое количество сообщений от наших слушателей, которые собираются на новогодний именно в Шерегеш. Поэтому ждите там, так сказать, наших послов у вас в Новокузнецке. Спасибо большое за звонок. Мне в Шерегеш очень хвалили по каталке. Единственное, что вот я, честно говоря, не поинтересовался, а я все-таки катальщик, насколько там, ну, протяженность трасс. Ну, вот тебе пишут, Шерегеш очень круто, на Бутовлети не пожалеешь, и народу меньше, чем в Сочи, и атмосфера классная. Почему я спрашиваю? Это сто процентов понятно. Я просто не знал, насколько, ну, там, какие склоны, сколько их, какая протяженность трасс, какой они сложности. Мне там, понимаешь, если мне зеленые или синенькие, там, инвалидские, ну, там, на красненькую могу заехать чуть-чуть, бачком-бачком. Пишет нам по Соболь. Я так понимаю, началась терминальная стадия режима. Такие истерические ходы, дешевое пиво с мальчиком, который покатался на коньках с добрым дядей президента, ничего, кроме грусти, не вызывают. Ну, и поправляют наш слушатели, что Рождество это не католический, а всехристианский праздник. Всехристианский, спасибо, абсолютно право, всехристианский. О, смотри, какое сообщение. Я, на самом деле, про терминальную стадию режима хотел бы... Вы знаете, у меня много раз был такой внутренний ощущ... К этому можно по-разному относиться. Хорошо или ты плох, потому что мы не знаем, что будет потом. А потом, судя по всему, будет еще хуже. Разные варианты сейчас рассматриваются компетентными, скажем так, людьми, как бы, развала и окончательного угасания всего этого дела. Вопрос только в том, что я себе много раз тоже мне казал, что ну все, уже дальше некуда, все, но это финит ли о комедии, это уже терминальная стадия. Вы знаете, как показал этот год, есть, во-первых, еще все время снизу нам стучат, судя по тем безумным совершенно законопроектам, которые со скоростью сверхпринтера тут напринимала Госдуму только за последние пару месяцев. Вот, и самое главное, что эта стадия может продолжаться еще десятилетия, и погребет под собой и наше с вами поколение, и следующее. Поэтому будем наблюдать. По поводу слов патриарха, с такими приходят сообщения. Привет, друзья, я работник в сфере церковной экономики. Да, там не просто продажи, там черный оборот кэша, абсолютно нигде не отображающийся. Там тройная бухгалтерия, потому что настоятелю храма надо надурить архиерею, архиерею надо предстать бедной епархии в патриархии, чтобы взносы не поднимали. Не поднимали взносы, да, эта часть экономики внутрицерковной известна. Я задаю простой вопрос. Очевидно, колоссальное количество черного бабла, который ходит внутри РПЦ. Давайте его обелять, ребята. Государству сейчас нужны деньги, тем более, что РПЦ получает от государства огромное количество, если не прямых дотаций, то всевозможных преференций. Земли, поддержки при строительстве храмов, там разнообразные совершенно, как бы нематериальные дотации им идут. Коммуникации подводят, выделяют участки там золотые и прочее, и прочее. Да иногда и деньгами там стимулируют, просто по-разному, по-другому проводятся. Вот, давайте-ка, пускай тогда РПЦ платит налоги в такой непростой ситуации. Нет, я не прав, Гордеева, как ты считаешь? А, ты знаешь, вот сейчас я потерял... А, вот, Миша из Перми нам написал. Нет смысла заставлять церковь платить налоги, пока она находится фактически на бюджетном содержании. Ну, прямые, насколько я понимаю, дотации, они запрещены. Там есть, по-левому это оформляется. Вот, плюс огромное количество нематериальных, нематериальной поддержки. Тем не менее, ну как, ну это хорошо, пускай она будет бюджетной организацией. Бюджетники же у нас, которые ходят на заводах, работают, там, например, не знаю, где угодно, в министерствах. Они же платят налоги, вот, пускай и эти платят налоги. И речь идет-то вообще о налогах с продаж, свечек там и всякой... Друзья, мы продолжим через несколько минут. Не забывайте про видеотрансляцию, пишите, звоните. С приветом, Набутов. Вот категорический шалом, друзья, привет. А, здрасте. А вот мы с Гордеевой, всем очень рады, сейчас ждем Николая Карача Свонидзе. Отдельно еще раз приветствуем слушателей в Новокузнецке, которые вернулись в нашу большую семью. И у нас опять 30 крупных городов вещания в нашей сетке и примерно 30 миллионов человек. Нас в прямую в FM слушает еще, слушает вся планета через интернет. И смотрит на нашем канале в YouTube. Безусловно, я даже работать перестал в странах. Посмотрите, никого нет на улицах. Думаете, где все? Все сидят? На silver.ru, а лупят, что-то ставили с монитор. Огромное количество хвалебных отзывов, причем не только из Новокузнецка, по поводу Шерегеша, горнолыжного курота. Я тоже при него слышал массу хвалебных слов. Тем более там не так много народу сейчас, как в Сочи, и там не так дорого, в конце концов. Потому что, может быть, лишнее, стоит пролететь пару лишних часов, но зато в кайф покататься, а не покупать место в очереди на Красной Поляне. Мне так кажется. Да? Да, да. Плох тот отец Федор, который не мечтает о свечном заводике, пишут наши слушатели. Разумно, разумно. Я не понимаю вообще, какие могут быть разговоры. Это обычное товарно-денежное отношение. Произвели, продали, выдали мне чек и дали гарантию на купленные вещи. А то я сколько там всякой ерунды. У меня мама в основном покупает какие-то свечи, цепочек, которые тут же рвутся. Я говорю, а где гарантия? А закон о защите прав потребителей? А меня не берут, там, тра-та-та, а вы не у нас купили, там, а, 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 ничего нет. Ну вот. А как только заводишь разговор, дайте мне какую-нибудь бумагу, то тут же идут за настоятелем, значит. Та-та-та, и эти бабушки, значит, они куда-то растворяются, ты понимаешь? На тему бабушек довольно большое количество наших сообщений от наших слушателей о том, что на них ругались в некоторых храмах, когда они приходили туда и приносили с собой свечки, а не покупали их, так сказать, на месте. Пробковый сбор надо сдать. Да. Ребятошки-то. Что могу сказать? Свечечный сбор. Гениальный вам посмеяться, ребят, за рулем. От Эллы Панфиловой, от нашего. Это как бы, конечно, перевоплощение десятилетия буквально, да? Как вот человеку все-таки нужно любить какие-то... Очень, очень обидные. Как надо себя там где-то в уединении, сидя на горшке, например, переубеждать, принять в этом участие, причем вот в таком виде это все-таки какие-то деньги колоссальные, или, я думаю, там еще нематериальные стимулированные дачи, там, квартиры и так далее. Ну, просто надо, конечно, видимо, на несколько поколений вперед хватит. Так вот, что господа Панфилова? Это мое отношение, у вас может быть совершенно другое. Значит, Центр избирков готов к потенциальному вмешательству извне выбора 21-го года в России. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила голова комиссии Элла Панфилова. Цитирую. Конечно, мы готовы. Конечно, мы во всеоружии. Потому что другого выхода нет. А наше оружие – это правда. Это правда. Наше оружие – максимальная прозрачность процесса голосования. Это наша стратегия. Наше оружие – то, что мы опираемся на мнение наших избирателей. Мы реагируем на их запросы. Мы работаем на защиту их прав. Подчеркнула Панфилова. Ой, где-то заплакал один. Пни готовы. Карусели смазаны. Все. Ты посмотри. И ведь и не поспоришь. И гордость, с другой стороны, для многих берет, что такой человек стоит на страже наших прав. Она не всегда может сформулировать мысли. Вот несколько высказываний ее до сих пор в этом году. Они тревожат мой мозг, потому что я до сих пор не могу понять, что же она все-таки говорила в ответ на простые достаточно вопросы по поводу махинации на выборах. И по поводу того, что, помните, она рассказывала, что люди ничего не решают, мы вас не должны спрашивать. Уже все решено, ребята, но это святая воля президента, поинтересоваться мнением народа. Да-да-да. И по поводу, по праву Конституции. Но, тем не менее, у меня вот живописует мое воображение. Это как ястребы в Пентагоне. Они сидят и думают, как вмешаться в выборы в Государственную Думу. И разработают хитроумные схемы. И отличный вопрос задает наша слушательница Любовь из Москвы. Она интересуется, а готова ли Памфилова к внутреннему вмешательству в выборы со стороны избирателей? Конечно, конечно, готова. Конечно, отвечая на ваши вопросы 100%. Вмешиваться будут только те люди, которым это положено по должности, безусловно. Друзья, плюс 7903-7976-333. Николай Карлович Сванидзе буквально через несколько минут.